Друзья, всем привет! Вы смотрите новый дневник фаната. И сегодня не только я возвращаюсь в кадр, но еще Спартак возвращается на открытие арену. Спартак с болельщиками, Спартак 90-х, начало 2000-х, который нас заряжал с вами этими огромными победами. Мы по нему соскучились, мы соскучились по шизе, мы соскучились по перформансу. Все сегодня это внутри чаши открытия арены, на которой мы уже с вами давно не были. Поэтому завариваем чаек, наливаем пенны, авансом заряжаем лайки и готовимся смотреть этот душевный выпуск, который посвящен матчу легенд Спартака и Зенита. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Только пошли первые разговоры о матче между ретро-составами Спартака и Зенита. Мы решили, что важно проявить активность во время этого поединка, во время этих футбольных выходных, накануне матча основных команд. Ведь впервые за 9 месяцев мы возвращались на родной стадион и необходимо было показать всем тот самый контраст, который образовался в присутствии и отсутствии фанатов. Всю весну после объявления бойкота мы слышали, как из уст вражины, так и из уст наших местных товарищей, то, что необходимо было якобы доходить до лета 2022 года, до вступления в законы силу о фан-иде. Но мы спартакские фанаты, у нас всегда был свой путь, мы приняли решение действовать радикально с первых же дней после введения закона, после принятия закона и не ходили всю весну. И сейчас, когда мы вернулись спустя 9 месяцев на стадион на ретро-матч Спартак-Зенит, я думаю, каждый пришедший тогда вечером 2 сентября на нашу футбольную арену ощутил тот самый контраст, о котором ввелась речь изначально. Вот она, шиза, которую мы не видели уже с вами в годе, в общем, 9 месяцев до стадиона страны, и просто вот это вот унылое, нужен гол, все остальное, вот, вот душа футбола, почему все мы с вами скучаем, но все мы скоро вернемся. Раз, два, три! ПЕСНЯ Говоря о наполнении матча, мы очень долго обсуждали, что же нужно сделать на этот поединок. Действительно, мы возвращаемся на наш регион родной спустя очень долгое время. Думали, в первую очередь, конечно же, над баннером, над перформансом, на наш визитный карточек спартакских фанатов. Много было разных идей. Решили сделать такой перформанс, который перенесет нас куда-то в такое ламповое время, когда каждый из нас смотрел поединки Спартака по телевизору, залипал у экрана вместе с отцами и дедушками, наблюдал за триумфом красно-белых как в Лужниках, как и на футбольных европейских аренах. Тем более состав участников был такой достаточно легендарный на матче. Это и покорители Аякса, и легендарные капитаны. Было очень много различных футболистов разных времен, но действительно времен нашей молодости, тех, на кого мы смотрели, кто нас приучал к этим самым легендарным красно-белым победам. Пацаны, перерыв матча Спартак-Зенит, матч легенд. У меня просто мурашки по телу от того, что происходит на северной трибуне. Наконец-то он на студии. Наконец-то у нас. Вот человек, кстати, в Спартаке работает. Он на студии почаще нас, но так как имеет фанатские корни, все равно радуется за нашу трибуну. За моей спиной, которая сейчас располагается, очень круто. Это атмосферная шиза. Я смотрю на состав участников, кто сегодня на нашу трибуну за воротами. Это многие ребята, с которыми я там в середине 2000-х начинал гонять. Очень приятно видеть на поле Романа Павличенко, Андрея Тихонова, Егора Дзюдова. Это безумно круто. Я надеюсь, что те кадры, которые вы увидели про первый тайм, и те кадры, которые вы увидите про тайм второй, передадут вам всю ту атмосферу и все те эмоции, которые я ловлю сейчас. Ну и мы постараемся в конце с кем-то из наших игроков пообщаться. Поэтому не переключайте. Кайфуйте от того, что шиза, что перформанс и что трибуна Б. Ну, я не могу сказать, что она полна, но она точно сияет, она точно гонит команду вперед, и она просто живет футболом. Это, в принципе, то, к чему мы с вами привыкли. К сожалению, этого в последнее время нет. Но однажды, по найди от Миньки, мы вернемся все на стадион, заполним все стадионы страны. И эта атмосфера будет всегда царить на этих стадионах, не переключайте. Нам не нужно подойти! 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 Нам не нужно подойти!